Послание апостола Павла к Тимофею, первая глава, и будем читать с вами с 12 стиха. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение. Пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу. Честь и слава во веки веков. Аминь. Я родился в Киеве в 62 году в семье неверующих родителей. Отец у меня занимал высокий пост, работал в КГБ. Мать работала на заводе, была православной верующей, была любящей матерью. Я был поздний ребенок в семье. И как обычно бывает, все шалости в детстве, а позже и преступления мне сходили с рук, потому что отец покрывал меня. И очень рано я жизнь свою связал с преступниками, с ворами, с человекоубийцами. И тем самым приносил немало страданий маме моей и отцу. И вот после очередного преступления, когда я уже закончил школу, мать моя пошла в военкомат и говорит, почему вы его не забираете в армию? Вот уже полгода, как он должен был быть в армии, сердце ее переживало, и она всячески хотела, чтобы я оставил ту жизнь, в которой жил. Отец договорился с начальником военкомата, чтобы мои документы извлечь и положить в отдельное место, чтобы я избежал армии. Но мать добилась, и меня призвали в армию, и на два года в моей семье наступил покой, пока я был в армии. Я вернулся, и все вернулось на круги своя. Я встретил своих друзей, и вот тогда первый раз в своей жизни в моей руке оказался шприц. И последующие 10 лет моей жизни наполнились страшным кошмаром для меня и для всех людей, для моих близких, для мамы моей. Я истязал и приносил страшные страдания всем, кто рядом со мной находился. И в очередной раз я укололся, и у меня случилось заражение крови. Я три дня лежал без сознания, если кто помнит, в те начала 80-х, в середины 80-х годов, чтобы определить наркомана в больницу, это все равно, чтобы определить его в тюрьму и приобрести себе великий позор, как родителям. Я был дома, я помню, когда я пришел в себя, рядом со мной сидела моя мама. И первое, что она сказала, сынок, Господь так любит тебя. И я в первый раз в своей жизни вспомнил все те наставления, которые с детства говорила мне моя мама. Я сегодня хочу обратиться к вам, дети наши дорогие. К вам, к тем, которые с детства получили эту великую милость, доступ ко благу и к долголетию на земле, о котором мы сегодня слышали, когда братья читали нам. Почему сегодня многие из вас отвергли это благо и отвергли долголетие на земле? Остановитесь и посмотрите сегодня на ваших матерей, которые сегодня плачут, стоят на коленях и молятся за вас. Сегодня, когда имеешь общение с семьями, с детьми, слышишь одно, еще не время. Я успею примириться с Богом. Для меня этот день не наступил, и наши дети пьют грех с ненасытимостью. Завтра. И все время они говорят завтра. В середине 80-х у меня и у моих друзей самое заветное желание было тогда, когда наши родители могли договориться с больницей, чтобы нас поместили туда, сделали переливание крови, чтобы мы могли перенести эти страшные ломки и опять начать жить по-новому. И у меня был друг, но он приходит, когда мы варили эту отраву, и он говорит, друзья мои, мама договорилась в больнице, и через неделю меня туда положат. Проходит день, следующий день мы собираемся опять. Укололись, попадали, утром встали, открываем ванну, а он висит на батарее. Для него завтрашний день не наступил. Друзья мои, дети наши дорогие, те, которые беспечно сегодня живут, отвергая благодать и милость Божья, для вас завтрашний день он может не наступить. Как не наступил для моих двух подруг в возрасте 21 и 22 лет. Одна укололась, легла спать и утром не проснулась. А вторая умерла от обезвоживания организма, от этого злого зелья, которое было у нас, и которому мы посвятили свои молодые жизни. Подумайте об этом. Сегодня Бог говорит каждому сердцу вашему. Наши дорогие жены, мамы наши, наших детей, ободритесь сегодня. И очень многих вы переносите это страдание, которое приносят вам ваши дети. Но награда ваша велика на небесах. И если вы сделали абсолютно все для того, чтобы научить вашего ребенка принести его ко Христу, и он отвергает вашу любовь, позвольте, разрешите Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу вмешаться и решать этот вопрос с Ним. Я прекрасно понимаю, как родитель, что нам очень тяжело, потому что мы понимаем, что когда вмешивается Бог, то последствия для наших детей становятся печальными в конечном итоге, когда они не совершают примирения с Богом. Я понимаю, как родитель, потому что мы с вами любим наших детей больше, чем Бога. Поэтому нам очень тяжело пустить их. В 93-м году мой друг был в Канаде, и он прислал мне приглашение. Я пошел в посольство, и мне одному среди 15 человек открыли визу. Я говорил об этом, превозносил себя, что это мои заслуги в чем-то. Спустя годы я понял, кто решил этот вопрос и для какой цели. Последний раз я укололся в самолете при подлете Торонто. Месяц я у моего товарища лежал на раскладушке, и потом, когда я перенес эти все ломки, я первый раз опять в жизни начал по-новому ходить. Моя жена, она пошла в школу учить английский язык. И там она познакомилась с сестрой Леной, которая засвидетельствовала ей о Господе Своем и Спасителе Иисусе Христе. Мы с вами все здесь присутствующие, от мала до велика, ходим в школы, в колледжи, на работы различные. И вокруг нас люди находятся, которые не знают Бога. Сестра Лена пригласила Иру, жена моя, на служение. И она мне говорит, Саша, идем со мной. Я говорю, ты иди, ты посмотри, потом я пойду. Знаете, я благодарю Господа за то, что Бог дал силой моей жене, будучи тогда, когда она была неверующей, перенести вот эти унижения, эту тягость, которую я ей причинял. Потому что она, я ей так сказал, потому что она ходила в различные места, в разные, к разным экстрасенсам, чтобы найти мне исцеление там. И я говорю ей, пойди посмотри. Она пошла в церковь, я поехал на рыбалку. Я помню, приезжаю вечером, у нее слезы на глазах. Я смотрю, цветы в доме. Я говорю, что произошло? И она говорит, ты знаешь, столько лет я искала Бога, когда Он был рядом со мной. Я ходила в те места, где Его нет, искала Его, чтобы найти этот мир с Ним. И чтобы этот мир Его мог исцелить тебя, извлечь тебя из этой пучины, греха и зла, в которой ты находился. Так вот, сегодня я приобрела этот мир с Богом. И она мне рассказала о ее покаянии, о примирении, о свободе, которую она получила. И она мне говорит, пойдем в церковь. Враг, он не дремлет. И она заболела воспалением легких, и на два с половиной месяца лежала дома. Я благодарю сестер, которые приходили, поддерживали ее. И вот наступил этот день, когда я переступил порог церкви. И что меня поразило? Я увидел людей. Я увидел людей тех, которые первый раз, которых я встретил, которые ничего не хотели от меня, а которые хотели поделиться со мной самым дорогим, что у них было. Давайте с вами откроем книгу Деяния. Это дорогое место мне. И здесь мы знаем, когда Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от шрева матери его, которого носили и сожрали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм и просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Петр и Иоанн, они могли сказать этому человеку, смотря ему в глаза, они могли ему сказать, посмотри на нас. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назорея, встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. Почему так часто в жизнях наших происходит, когда мы не можем смотреть людям в глаза? Мы народ Божий, народ святой, люди взятые в удел, чтобы возвещать всю правду о нашем Спасителе Господе. И люди, которые окружают нас, как некогда я был, да и каждый из нас, которые от чрева матери поражены страшной болезнью греха, они смотрят на нас и не видят разницы между нами и людьми, которые также окружают их. Как часто бывает в жизнях наших, что мы не можем сказать эти дорогие слова, которые мне сказали эти люди, которые я первый раз в своей жизни встретил в церкви. Посмотри на нас. У нас ничего нет. Мы хотим поделиться с тобой самым дорогим, что у нас есть в сердцах наших. Мы хотим рассказать тебе о любви Божьей. Слово Божье сегодня обращается к нашим сердцам и напоминает нам, разве вы не знаете, что вы храм живущего в вас, Духа Святого? Друзья мои, когда мы с вами, если бы сейчас разошлись с этого молитвенного дома у дверей нашего храма, мы обязательно бы встретили человека, который поражен страшной проказой греха от чрева матери. И мы с вами ведь обещали Господу служить доброй совестью и быть свидетелями Его даже до края земли. И люди смотрят на нас сегодня. И очень часто мы являемся соблазном для людей, которые ищут Бога. Каждый человек, который живет в грехе, его душа страдает. И он хочет освободиться от этого состояния, в котором он находится. Я когда закрывался один, я как этот бесноватый бросался на камни и хотел получить свободу, исцеление и мир. Мы с вами имеем доступ к этому миру. Этот мир в наших сердцах должен жить. И эта благодать должна распространяться на всех людей, которые вокруг нас. И Бог смотрит на нас сегодня, на одних, смотрит с довольством, на подвиг души своей смотрит, смотрит на тех людей, которые погрязли в этой суете и стоит у двери и стучит. У двери храма, который пустой. Он заплатил за нас дорогую цену. Он освободил нас с вами из рабства. Он даровал нам семьи, детей. Если мы наведем порядок в храме здесь, если мы наведем порядок в нашей домашней церкви, где на жертвеннике должно быть Слово Божье и закон его, то и церкви наши будут благословением для людей. И каждый входящий сюда увидит разницу. И он обязательно захочет получить то, что мы с вами имеем. Подумайте об этом. Я два месяца был готов, чтобы Бог мне в простоте своей открыл этот великий план, который он приготовил для нас. Но враг души человеческий, когда звучал призыв, он меня приковывал к лавке всякими обманами своими. И говорит, как ты такой выйдешь среди бабушек, среди этих людей простых, унизишь себя. Я был обманут много-много раз и не хватило силы мне. Вот почему так часто сегодня не звучат эти молитвы, которые должны возносить, которых должен возносить народ Божий. Отче, верни мне радость спасения, потому что очень часто враг шепчет и говорит, как же ты, будучи членом церкви, а что пастырь скажет, а что брат скажет, сестра, друзья мои, мы имеем дело с Богом и не важно, кто что скажет, это ваше и мое отношение с Богом. И Бог говорит, и сегодня нам всем выбирай народ или проклятие, или благословение. К нам в церковь приехал брат Плешко и церковь наполнилась, нас было где-то человек 180, по канадским меркам это очень много звучит проповедь и опять нет сил встать и идти к Богу. Закончилось служение, я подошел к нашему пастырю, музычка Иван Васильевич, я говорю, Иван Васильевич, пожалуйста, на вечернем собрании не забудьте призвать покаяния. И вот звучит призыв, и я бегу, не иду, а бегу. Я помню вот эти первые слова, которые я говорил Богу. Я говорил, отче, благодарю тебя, что ты дал мне эту возможность обратиться к тебе сегодня. Я приобрел вот эту свободу, о которой мечтал 33 года. Ту свободу, о которой говорила мне моя мама, которая предупреждала меня, что, сынок, последствия твоих поступков обязательно догонят тебя. Я хочу напомнить всем нам, что очень часто последствия нашей жизни вне Бога ложатся не только на нас, но и на людей, которые окружают нас. Я это видел в матери своей, в маме дорогой. Перед самым отъездом, в очередной раз за полгода я был в больнице, и врач говорит моей жене, говорит, Ира, ну как ты не видишь, что у тебя с этим человеком не может и детей быть, посмотри на него, в нем ничего нет живого, оставь его. Через 9 месяцев, когда я принес этот тяжкий груз и сложил пред Господом всю свою жизнь, порог свой весь и беззаконие, Бог даровал нам первую дочь. Для Бога, друзья, нет ничего невозможного, если мы любим Его, если мы отдаем жизнь свою, для Него нет ничего невозможного. помните об этом. Через 7 лет у нас Бог благословил нас второй дочкой, и мы сейчас трудимся, у нас маленькая церковь, у нас 30 членов, но я благодарю Господа за то, что у нас в церкви есть мир, который мы храним и дорожим, потому что у нас вместе с нами наш Спаситель и Господь. сестры наши дорогие, жены наши дорогие, мамы наши, простите нас за то, что очень часто мы не любим вас так, как Христов возлюбил церковь, и что очень часто мы огорчаем вас. Я обращаюсь к вам, молодые люди, ко всем тем, который измучен и обременен сегодня. Спаситель мой сегодня говорит к вам такие слова. И он не просто говорит, он умоляет со священного Писания, через уста наши, он умоляет вас и говорит, придите ко мне все, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас и найдете покой душам вашим. Я сегодня умоляю вас, дорожите временем, ибо дни лукавые, сегодня Бог дал вам день. Это день, в который вы можете прийти к его престолу и совершить молитву, молитву покаяния. Отче, прости меня, грешник, и вы получите жизнь, и жизнь с избытком. Я обращаюсь к вам, дорогие братья и сестры, потому что я знаю, что жизнь наша здесь, на этой земле, порой бывает очень невыносимой, и очень часто мы падаем, спотыкаемся, и нарушается этот мир, наша связь с Господом. Сегодня, сегодня этот день, когда мы можем поправить светильник свой, я благодарю сердечно Господа за эту встречу с вами, и за то, что я мог с вами поделиться этой радостью великой, что я мог сегодня засвидетельствовать всем, кто слышит меня о любви Господа моего и Спасителя Иисуса Христа. Благословит Он вас обильно всех. Слава Ему, честь и благодарность нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.